В Чебоксарской школе номер 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья появился первый в столице республики ресурсный класс для особенных детей. Его помогли оборудовать сотрудники Чебоксарской ГЭС в рамках благотворительной программы Росгидро «Чистая энергия». Гидроэнергетики подарили специальные развивающие пособия и сенсорное оборудование. Этот класс особенный. Дети занимаются в небольших группах или индивидуально. Даже расписание здесь необычное. С картинками, схемами и фотографиями. Именно так ребятам с аутизмом проще понять и запомнить, что будет происходить в течение дня. Учителя на своих уроках используют множество наглядных пособий. Благодаря таким вот мультисенсорным математическим наборам, как «Нумикон», процесс обучения проходит интереснее и легче. Дети с расстройством аутистического спектра все-таки они визуалисты. Им нужно обязательно наглядно взять, отработать, и тогда у них знания формируются, прочные знания формируются. Потом, когда мы уже использовали вот это оборудование, а потом перешли уже на самостоятельность. То есть мы можем уже работать с цифрами. Уроки хоть и длятся всего 10-15 минут, но многим ребятам все равно трудно усидеть на месте или сконцентрироваться. Снять напряженность, избавить от тревожности помогают противошумные наушники и специальные жилеты. Таким детям непросто постоянно находиться в обществе других людей, поэтому им часто хочется спрятаться, остаться наедине с собой. Справиться со страхами и уединиться можно, не выходя из класса. Вот в таком туннеле или текстильном яйце. Там прикольно. Это как? Ну, там потому что можно спокойно отдохнуть. Я сидела по трубе и рассказывала стишок. И вот так. Интересно. С такими приспособлениями педагогам-дефектологам, учителям, психологам проще выстроить образовательную траекторию каждого ребенка. Мягко и деликатно включить детей в процесс обучения, чтобы в конечном итоге эти ребята смогли учиться наравне со сверстниками в обычном классе. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.